Полицейский Дед Мороз стучится в двери. В преддверии Нового года сказочный волшебник приходит в дома неблагополучных семей в Сыктывкаре и вручает подарки не только детям, но и их родителям. Кто-то уже встал на путь исправления, кому-то нужно еще над собой поработать. Однако никто не останется без внимания. Подробнее о благотворительной акции расскажет Ольга Коняева. Здравствуйте! Дед Мороз к вам в дом идет. Накануне Нового года полицейский Дед Мороз посещает неблагополучные семьи с детьми. Вместо Снегурочки инспектор по делам несовершеннолетних. В красном мешке сладкие подарки, мягкие игрушки и раскраски. Все это покупалось на деньги, собранные сотрудниками Сыктывкарской полиции. Подопечные стражи порядка живут небогато, поэтому презент приготовили и для взрослых. Пакет с продуктами к новогоднему столу. Сейчас мы посетили две семьи. Семьи состоят на учете неблагополучных семей у МВД по городу Сыктывкару. Основная причина постановки на учет этих семей было злоупотребление алкоголем родителей. Мать этих ребятишек в прошлом частенько любила приложиться к бутылке, поэтому ее дочь, двое сыновей нередко оставались одни без присмотра. Женщина уже долгое время не пьет и нашла постоянную работу. Положительные изменения в ее жизни начались с появления мужчины. Пока все окончательно не наладилось, инспекторы ПДН продолжат опекать эту семью. Будут они приходить и по другому проблемному адресу. Мама с дочкой и трудным подростком тоже стараются показать себя с лучшей стороны. Но пока еще не все гладко. Старшая 16-летняя дочь этой женщины перестала ходить в школу. Сейчас эта проблема на особом контроле полицейских. Ну, дочечка у меня тут немножко закурылесила. И вот мы из-за нее тоже тут немножко пострадали. Так, сейчас все нормально, все наладилось, все нет, отношение хорошее. Эта мама двоих детишек очень радует полицейских. Как и многие поднадзорные, женщина раньше злоупотребляла спиртным. Однако собрала волю в кулак и изменила жизнь к лучшему. Для этого она целый год была с детьми в центре реабилитации. Мне очень там понравилось, хотя там есть определенные особенности, с которыми не все как бы справляются, но мы выдержали. И со мной было двое детей. Вот, и в принципе у них там жизнь возможна. Можно там жить и адаптироваться, привыкнуть. Но если немножко преодолеть вначале вот некоторые нюансы. Ну, так вот, монедок, например. Ну, так что на меня очень хорошо повлиял центр. В новогодние праздники женщина планирует провести с детьми в Санкт-Петербурге. Помимо экскурсионной программы, хочет еще раз посетить реабилитационный центр, благодаря которому кардинально поменяла жизнь. Сейчас решается вопрос о том, чтобы снять ее с учета в ПДН. В ближайших планах полицейского Деда Мороза не только неблагополучные семьи. Собирается посетить зимний волшебник, подшефные детские дома, приюты и больницы. А еще детей сотрудников МВД, которые сейчас несут службу в ДНР и ЛНР в Запорожской и Херсонской областях.